Тут две педали? Три педали. Сцепление, тормоз, газ. А еще несколько кнопок на панели и монитор для регулировки направления песко-соляной смеси. На первый взгляд управлять комбинированной дорожной машиной не так сложно. Но, как известно, дорога непредсказуема. Да и 16-тонный автомобиль – это не маневренная легковушка. Машина крупная. То же самое колесо, если взять проколол, то хрупкой женщине тяжело его поменять на этой машине. Тут колесо почти 100 с лишним килограмм. Среди водителей и спецтехники женщин встретишь нечасто. А вот в такси представительность прекрасного пола заметно больше. Утро Светланы Королевой начинается с осмотра машины. Аптечка, аварийный знак, домкрат – все на месте. Можно садиться за руль. Заказов много. Надо успеть, очень быстро до первой школы доехать. Я поняла. Мы успеем, Карин. Успеем. Все. Мужчины смотрят, что за рулем женщина. В особенности, если еще они увидят, что у тебя там сзади люди сидят и видят, что ребенок. То есть, как бы, они все равно более как уступают место. То есть, дают тебе перестроиться. За рулем 26 лет. К стрессовым ситуациям привыкла. Водители подрезают, нарушают правила. Нервы успокаивает вязание. Но если хоть пару дней не за баранкой, уже чего-то не хватает, признается автоледи. Здесь, на мой взгляд, невозможно разделить женщина или мужчина. Просто, знаете, ну, видимо, есть что-то такое, что необходимо для сбрасывания адреналина своего рода. То есть, вот, быть все время в напряжении, быть все время вот в этом поле. И в этом сложном поле автомобильном, понимаете? Потому что дороги, пробки, движения, светофор. Екатерина Герасименко тоже водитель. Но однажды влюбилась в небо. Теперь она пилот. Сесть за штурвал самолета решилась не сразу. Службы в правоохранительных органах и большая занятость сначала не давали ей такой возможности. Счастливый случай помог осуществить мечту. Человек должен быть в первую очередь ответственным. И тут женщина или мужчина не имеет значения. Вот, может быть, в каких-то моментах женщине даже проще в этой профессии. И у нас много ярких примеров, когда и чемпионки мира Светланы Копанина, и есть пилоты Боингов. Времена, когда управление сложной техникой было исключительно в руках мужчин уже в прошлом. Главное, чтобы человек был профессионалом. И не важно, какого он пола. Екатерина Крамор, Олег Мещерский, телекомпания Одинцова.